Хей, всем привет ребята, с вами ваша Маша и продолжаем играть в клуб романтики Королева за 30 дней, сезон 1 серия 10, последняя серия сезона и будет второй сезон. Вот прям второй сезон, я надеюсь, конечно же, потому что это же не конец, но мне говорили, что там несколько сезонов, поэтому, блин, это классно. Адреналин зашкаливает, когда любовь и насилие смешиваются в одном грандиозном котле дворцовых интриг. Ну и давайте загружать историю. Глава 10. Королевы и заговоры. Наша подруга хотела убить Джулию. Что? В твоей руке лежал маленький черный пистолет? Я собиралась убить Джулию. Эмма! Зачем? Я не знаю. То есть? Это долгая история. Ну, в смысле, долгая. Мы же никуда не торопимся. Эмма тяжело вздохнула и оглянулась по сторонам. Вы уже успели подняться на общую поляну, где собралась вся компания. Эмма жестом подозвала одного из конюхов и отдала лошадей на его попечение. Ой, Эмма. Ну, как так? Давай прогуляемся подальше от толпы. Хорошо. Ну, вообще, давай остановимся здесь. Такая красота. Давай. Она оперлась о перила моста и грустно посмотрела вниз. Я даже не знаю, с чего начать. Наверное, все началось два года назад. Я была во дворце по поручению отца. Тогда же там появился Матс. Он был таким галантным и нежным. Ты только не с Мисси, но с ним я чувствовала себя принцессой. Как будто я была лучшей и единственной женщиной в мире. Но со временем он как будто становился холоднее. Я списывала это на его рабочие проблемы. У его бизнеса сейчас непростое время. Но вчера... Ничего сложного. Джулия ведь всегда ходит по нижней трепе. Да, но... Слушай меня. Это пневматический пистолет. У нее нервная лошадь. Ты выстрелишь, лошадь испугается и, вероятнее всего, упадет с обрыва. Ты выбросишь пистолет в воду. Шарики мелкие и темные. На них никто не обратит внимания. И все. Несчастный случай. Нас никто не отследит, понимаешь? Матс, я не могу убить человека. Эмма, не будь идиоткой. Я бы сделала это сам, если бы меня пригласили на эту прогулку. Но раз ты не смогла этого добиться, придется делать все самой. Нет, я не смогу. Не заставляй меня. Ты будешь делать то, что я скажу. Это важно, черт тебя подери. Ну, нет, отпусти меня, Эмма. А, и тогда мы как раз-таки вошли в дверь, в комнату. Ну, а дальше ты знаешь. Я не понимаю его мотива. Типа, зачем ему это надо? Просто зачем ему убивать Джулию? Я не знаю, он часто просил меня сделать какие-то вещи, но никогда не объяснял, зачем. Но какие-то предположения у тебя есть? Я подозреваю, что она как-то мешает его бизнесу. Я предлагаю натравить на него Адама. В конце концов, это его работа. Уличать мерзавцев. Нет, пожалуйста, не надо. Эмма, он пытался заставить тебя убить человека? Ну, пожалуйста, позволь мне сначала поговорить с ним. Я уверена, это просто недоразумение. Ну, не знаю, а что музыки нет? Ой, вот теперь есть. Эмма, это опасно. Но это же мац, просто мац. Видно, она его любит. Этот просто мац едва не убедил тебя убить живого человека. Он не такой, Кейт, он хороший. Просто он в трудной ситуации. Давай вот что. Ты можешь с ним поговорить, а я послушаю из-за угла. И если что, сразу тебе помогу. А лучше позову Адама, или... И мы поможем тебе вместе. Я уверена, все будет хорошо. Я поговорю с ним, и я смогу его убедить, что это было лишним. Кейт, только ты понимаешь меня по-настоящему. Она подняла мокрое от слез лицо и посмотрела тебе в глаза. Ее рука легла тебе на плечо, а губы чуть раскрылись. Она намекает на то, что я думаю. Подружески обнять ее. Ты обняла ее за плечи и подружески прижала к себе. Ты тоже поддерживала меня в те минуты, когда мне было тяжело. Я всегда рада тебя поддерживать. И можешь рассчитывать на то же от меня. Ну что, пойдем обратно? Пойдем. Вот и решили проблему. Вернувшись на поляну, ты внимательно осмотрелась по сторонам. А, стойте, у нас же последняя серия, значит... У нас появится второй принц, да? На первый взгляд никто не заметил вашего долгого отсутствия. Ни Джулии, ни Ричарда не было видно. Это плохо или хорошо? Мне нужно пройтись, поздороваться с некоторыми людьми. Это будет скучно, так что предлагаю тебе погулять в одиночестве. Хорошо, ты точно в порядке? Более чем. Просто я не готовилась морально к исполнению всех этих социальных танцев. Думала, все будут слишком заняты трагедией, но ты меня спасла. С мягкой улыбкой она чуть сжала твои пальцы и... Упорхнула в толпу. Ладно, нужно найти Ричарда и поговорить с ним. Да, нужно. Только о чем? Просто? Как дела? Ты начала медленно двигаться по краю поляны, высматривая Ричарда. Ты так внимательно смотрела по сторонам, что едва не налетела на одного из официантов. О, простите, я Марк? Ой, смотрите, у него фингал остался. Ты? Опять ты? Спокойно поговорить, притворить, что не узнаешь. О, давайте вот это. Молодой человек, вы ведете себя некультурно. Как вы смеете тыкать незнакомой девушке? Че? Да ты сама меня только что по имени назвала. У вас это на бейджике написано официант. С непроницаемым лицом ты взяла его, а, с его подноса крошечную конопешку и отправила в рот. Это типа закуска, да? То ли конопы, то ли месть, на вкус это было божественно. Ты с катушек слетела, мы с тобой встречались целый год. Девушки вашего уровня, молодой человек, на таких приемах не бывают. До свидания. Повернувшись к нему спиной, ты продолжила прерванный путь. Гордо ушли, вот прекрасно. Нет ничего слаще, чем вид идиота, бывшего в дурацком положении. Погруженная в мысли, ты пропустила мимо ушей чье-то приветствие. Очнулась ты только тогда, когда мужчина сзади легко тронул твое плечо. Мы его видели во сне же, да? Блин, он такой красивый. Вообще мне нравится. Если, ну он, по крайней мере, самый нормальный тут из всех. Типа по внешности. Юная леди, не подарите ли вы мне минутку внимания? О, я прошу прощения за то, что напугала вас. Позвольте мне в качестве извинения принести вам какой-нибудь напиток. Эм, почему бы и нет? Чашка кофе, бокал шампанского, коктейль. Коктейль выберем. Выхватив глазами официанта из толпы, твой собеседник быстро сделал заказ. Буквально через минуту коктейль уже стоял перед тобой. Оперативно. Не хотелось бы так грубо нарушать этикет, однако я не вижу здесь никого, кто мог бы представить нас друг другу. Моё имя Леонард, Лео, я Кейт. Безумно рада знакомству, Кейт, что привело вас в наш скромный дворец. Скромный? Некоторые выборы требуют максимально большого значения упорства, дипломатии или интриги. Двадцать семь? Двадцать семь, что? Ну почему нельзя? Ну блин, как обидно. Давайте и за Ричарда, что уж там. Долгая и запутанная череда событий привела меня сюда. Сейчас я вроде как помогаю Ричарду. О, он снова оглядел себя с головы до ног с каким-то задорным блеском в глазах. Да, верю, что Ричард нуждается в помощи. На что он намекает? Угу, у меня тот же вопрос, на что он намекает. Юноша широко улыбнулся и предложил тебе руку. Кейт, вы не окажете мне честь прогуляться по этой манящей дорожке? Ты растерянно оглянулась назад, но бодрый Леонард уже успел уволочить себя к тропинке. Ну ладно, погуляй с ним немного. Ну в смысле немного? Почему немного? Ваша беседа протекала легко и ненавязчиво. Так ты из Нью-Йорка потрясающий город, но совсем не похож на Хезур, верно? Да, верно. Совсем не похож. Небо и земля. Нью-Йорк взбалмошенный подросток, а Хезур... Утонченный джентльмен. Ну да, да, вроде того. И еще... Ой! На том краю моста стояла целусь какая-то парочка. Неловко. Как? Приятно видеть, что будущие королевства наконец прояснились. Что? И присмотревшись получше, ты поняла, что это Ричард и Джулия? Что? А в смысле? Это типа прикол какой-то? Ладно. Несколько секунд ты молча смотрела на них, затем развернулась. Бросив Леонарда одного на дорожке, ты зашагала обратно на поляну. Я не имею никакого права вмешиваться. Не важно, что было между нами. Споры у него таких любовниц, как я, еще миллион. Ну нет. Он же принц, он может себе позволить. Ну, все равно, это неправильно так делать. Типа, зачем тогда вообще с нами начинать мутить, если он любит Джулию? Как бы, да? Выбравшись на поляну, ты почти сразу столкнулась с Эммой. Кейт, я... Эй, у тебя все в порядке? На тебе лица нет? Нет, не все в порядке у меня. У меня ужасно все. Эмма, поехали во дворец. Пожалуйста. Да, конечно. Сейчас попрошу подготовить лошадей. И побыстрее. Пока я морешала лошадины вопрос, ты мрачно смотрела по сторонам. Наконец, все было готово и выдвинулись в обратный путь. Ну, это вообще, конечно. Лунар осторожно ступала изящными копытами по самой середине тропы. Лунар, ты обещаешь не бузить? Фррр. Ну да. Походу, обещает. Ну, наверное, по крайней мере. Ну да, мне и самой тут страшно. Не стоит, я верю, что ты самая смелая лошадь в этой стране. Фррр. Ты расскажешь мне, что случилось? Я гуляла в лесу и встретила Ричарда. Так. И Джулию. Оу. И они целовались. Хм. Эмма, твои замечания вообще не помогают. Ну, отчего ты ожидала, если подумать? Ну да. Кейт, ты что, хочешь стать королевой? Вообще-то да, хочу. Почему бы и нет? А почему, собственно, и нет? А почему, собственно, и да? Я бы могла стать неплохой королевой. Тебе бы пришлось много учиться. Очень много учиться. Я только закончила университет. Такие вещи меня не пугают. Амбиции-то хорошо, но... Дай мне подумать над этим, ладно? Перспектива иметь на троне тебя, а не Джулию, уже очень привлекательно, но... Ладно, забудем пока про Ричарда. Сначала нам нужно решить твой вопрос с Матсом. Я с ним поговорю, а ты побудешь в соседней комнате. Если что-то пойдет не так, ты войдешь, и мы как-нибудь решим проблему. Все верно? Да. Звучит, как очень плохой план в очень плохом фильме, где все заканчивается очень плохо. У тебя есть другие варианты? Эмма вздохнула и молча подогнала лошадь. Ты слегка поежилась и набрала номер Адама. Алло? Адам, мне нужна твоя помощь. Попроси Ричарда. Увы, это плоды ваших необдуманных действий. Походу, это из-за, получается, вчера... Ой, прошлой серии, да? Вчерашняя, я бы не хотела сказать. Прошлой серии. Какой кошмар. Адам, ты пьян? А даже если и так? Эмма, просто это так странно. Если тебе что-то нужно, проси Ричарда, а я отдыхаю. В трубке раздались короткие гудки. Он на нас обиделся, ну да. Да, ситуация, однако, придется справляться с самой. Ну что? Боюсь, нам придется справляться одним. Тем лучше. Да, конечно, оттуда до дворца вы добирались в напряженном молчании. Ну, вообще, кошмар. Эмма, дай мне секунду переодеться. Разумеется. Да вы издеваетесь. Военная форма, боевое кимоно, зачем? Ой, какая классная майка. Давайте-ка вот эту выберем. Если придется драться, в этом будет очень удобно. Я искренне надеюсь, что нам не придется драться. Я тоже, но на всякий случай. Итак. Эмма, звони Матсу. Что? Ну, я думала, мы сделаем это с Адамом или без. Несколько секунд девушка колебалась, затем вынула телефон дрожащей рукой и набрала контакт. После нескольких коротких фраз она повесила трубку и посмотрела на тебя. Над ней ее глаз плескался ужас. Как поступить? Ну, крепко обнять ее давайте. Ваши отношения с Эммой улучшились. Не бойся, все будет хорошо. А вдруг он... Ничего не будет. Нас двое. И во дворце полно стражи. Ты стояла, гладя ее по голове, пока Эмма не перестала дрожать. Ну-ка, готова? Да, она благодарна тебе и улыбнулась, прежде чем вы разжали объятия и вышли из комнаты. Ну, это вообще... Итак, еще раз обсудим план действий. Я рассказываю Матсу про Джулию, пытаюсь понять, зачем он хотел ее убить. Ты находишься неподалеку и слушаешь наш разговор. И в случае чего я позову на помощь. Отлично. Эмма глянула в окно и резко побледнела. Кейт, он идет. Очень хорошо, пошли, я спрячусь в твоей комнате. Эмма уселась в кресло, а ты, тише мыши, притаилась за занавеской. Несколько минут было тихо, а затем хлопнула дверь. Ты задержала дыхание. Привет, я... Ты сделала, что должна была? Ну, нет, но... Что значит нет? Матсу, я хотела поговорить с тобой. Это неправильно, я думаю. Я не просил тебя думать, я просил сделать. Эмма, ты совсем из ума выжила. Ты понимаешь, сколько я поставила на это. Но, Матс, ты не можешь распоряжаться чужими жизнями. Только я здесь решаю, что я могу, а что нет. Ты услышала громкий шлепок и звук падающего тела? Чёрт, я же обещала ей, что всё будет хорошо. Потребовать, прекратить и обескуражить Матса. Обескуражить, а типа это что будет? Напасть? Бесполезно, как бы, да. Потребовать, прекратить тоже, наверное. А что? Давайте-ка посмотрим, что значит третий вариант. Не вылезая из-за занавески, Ты пошарила взглядом вокруг и обнаружила валяющуюся на полу книгу. Сойдёт. Стараясь не сильно высовываться, ты размахнулась и швырнула её в Матса, как неудивительно попала. А что за... На несколько секунд в комнате воцарилась тишина. Слышно было только неровно испуганное дыхание Эммы. Вдруг занавеска резко отдёрнулась, и Матсу ставился на тебя злыми глазами. Ты! Помогите! Заткнись, идиотка! Громкий топот ударил тебе в уши, как колокольный звон. Несколько мужчин в форме ворвались в комнату. Один из них, быстро оценив ситуацию, бросился на Матса и повалил его на пол. Вы задержаны при попытке улучшения физической насилия над дамой. Вы имеете право хранить молчание. Всё, что вы скажете, может, и будет использовано против вас в суде. Леди, вы в порядке? Да, Эмма. Я в норме. Её лицо было бледно, зелёным, от страха. Моё, наверное, не лучшее. Вокруг суетились люди, оказывая помощь тебе и девушке. Минут через десять в комнату ворвался Адам. Он тут же кинулся к тебе, молча оглядел тебя со всех сторон и повернулся к Эмме. Несколько минут они вели диалог, в течение которого Адам мрачнел всё больше. Наконец, он снова повернулся к тебе. Кейт, какого чёрта? Что? Я тебя спрашиваю, что за выходки с геройскими штабами. Ты, да как ты смеешь меня обвинять? Ты сам отказал мне в помощи. Адам сконфуженно кряхнул, но не отпустил. Это не повод вести себя по-идиотски. Так, а ну пойдём. Он схватил тебя за руку и потащил за собой. Ну реально, он сам не хотел нам помогать. Мы не виноваты. Когда дверь за вами закрылась, разгневанный мужчина повернулся к тебе. Адам, насчёт вчерашнего. У нас всё равно не хватает этой дипломатии. Не говори ничего. Но я хотела... Кейт, нет. Что ты собираешься объяснять? Что принц интереснее и лучше меня, что у него есть деньги влияния? Я и так это знаю. Спасибо. Меня больше волнует то, что ты сегодня подвергла опасности свою жизнь. И жизнью мы тоже. Но ты сам отказал мне в моей помощи. Значит, нужно было обратиться к охране или постучать мне по голове. И сделать что угодно, но не подставляться, как так глупо. Ты злишься из-за вчерашнего, а не из-за сегодняшнего. Да, я зол, и попробуй у меня в этом упрекни. Я хочу быть твоим другом. Некоторое время Адам молчал, затем спокойно кивнул. И я этого хочу. Надеюсь, что нам удастся. Ложи спать, Кейт. Доброй ночи. Добрый. Адам вышел, а ты ещё долго ворочалась в несостоянии уснуть. Вот и всё, да? Интересненько. Этот мац меня пугает. Прям очень пугает вообще. Ладно, что мы сегодня получили? Плюс дипломатию, плюс три интриги и плюс алмазик. Вот такие вот дела. Если вам понравилась эта серия, то ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, а также на мои соцсети, а именно группу ВКонтакте и моя страничка в Инстаграме. Вот такие вот дела. С вами была ваша Маша. Встретимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok